Всех приветствую, друзья! С вами снова Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш. И я у нас в Кашовке. Сегодня, ребят, у меня продуктивный день на ролике. Решил еще один ролик записать. Ребята в комментариях пишут, да и меня в Альянсе спрашивают, как максимально много выбить очков с дракона. Отсюда сейчас сыплет так неплохо, продвинуты ускорения, как и раньше. И оно нам сейчас нужно, как никогда раньше, потому что у нас у торговца, не забывайте, каждый день можно добыть 300 синих камней. За 100 ускорителей это можно сделать как минимум, ну, если повезет за один день, а так, в лучшем случае, так сказать, в худшем, точнее, за 2 дня можно любому из вас собрать и добыть отсюда себе камни. Вот у нас имеется 300 синих или 100 золотых. У меня сейчас не хватает, потому что, потому что у меня не хватает. Итак, сколько у меня, кстати, сейчас у скорых надо посмотреть? 41. Ну, завтра мы будем покупать. Итак, друзья, прежде, чтобы нам начать, нам нужно расширить максимально поход. Сейчас я буду пытаться выбить свой максимум, расширить на максимум поход, также включить бафы. Ну, это я вам, как показательно, показываю. Можно и без бафов я спокойно захожу в топ-5 всегда, даже не напрягаясь. Так, защиту я включил. Осталось все атаку. Бафы, атаки что-то у меня подкачали. Давайте быстренько сварим. Жалко просто синие тратить. Включу зеленые. Ну и поход расширяем белым драконом. На белом драконе навык у нас расширения похода стоит двойной. Свой навык родной, друзья, и добавленный навык у меня стоит. В итоге, короче, расширили мы на 25 тысяч. Кристалл 35. Стекло на максимум, накрученный лимит в походе. Ну и расширено. Снаряжение. Вот все, вы здесь видите. Длинная копье Одина у меня, так как я кавалерист, если вы другого рода войск играете, там, пехота или лучники, вам, естественно, надо в своей ветке отыгрывать. Ну и в поход я иду. Так, что у меня в поход? Миллионы людей, ребят, графема. Смотрим размер похода. 685 тысяч. Тут у нас расширение тоже было включено. Ребят, я советую всем бить самым сильным героем. Какой у вас герой самый сильный, если вы хотите выбить максимум, то вам нужно бить им. И обязательно одеть его в лучшее снаряжение. И все 5 ударов вам нужно нанести именно данным героем. У меня это Джао Юнь. Одеваем его в Архангел мой самый сильный. Это не то. Бил я и Кристины не раз. И с Сельмой, и чем только не бил, Джао Юнь в любом случае больше выбивает. Возможно, у кого есть там 53 или выше уровень. Этого, как он там? Новый-то герой у нас. Король Артур, то он, возможно, тоже выбьет хорошо. Ну, давайте посмотрим. Не забываем обязательно включить навык. Без этого вообще, друзья, никуда навык включили. Ну и все, поехали. Использую я облик Сандартный. Самый обычный. Все включено вроде. Все, погнали атаковать. Советую. Красный дракон в атаку. Синий на стене. Отправляем. Сразу же меняем стекло. Я ставлю всегда 38. Восьмое. Дракона меняем на синего. Это можно все настроить в быстрой смене снаряжения. Графему ставим Охотник за ветром. Так, проверяем. Как у нас здесь бафы. Бафы лучше включить на атаку защиты. Ну и все, смотрим, ребят, сколько мы выведем. Попробуем выбиться в топ. Мне говорили, что ребята видели уже по 18 миллионов. По 180 точнее. Типа никто до этого не доходил. Сейчас посмотрим, сколько я смогу выкварить. Так, бафы, друзья. Еще и бафы врубил. Сейчас вообще будет шикарно. Бафы до этого я не включал, ребят. Можно, конечно, и суточные. Еще будет сильнее и часовые бафы. И вообще уроны включить можно. И что только не наделать. Но это уже, так сказать, по желанию. Смотрим, сколько выбил за один удар. 3 600, ребят. Все, возвращается он у нас. Пока он возвращается, можно обратно перестроиться. Чтобы поход ваш был снова большой. Ну и таким макаром 5 раз, ребят, ударить. Естественно, мне лень это делать. И я бью тупо 5 походов. Настроился, ударил, чем попало. Вышибаю примерно 140, 150, когда-то 160 лямов. И не парюсь. А хватает зайти в пятерку. Но если есть смысл или, так сказать, желание побороться за первое место, то можно использовать все бафы и все вот эти данные расширения. И попробовать свою дачу. Поход, кстати, друзья, забыл. Самое главное. Поход у меня вот какой. Смотрите, я использую все виды войск. Вообще все, что у меня есть. Примерно по 20 косарей. Но упор все-таки сделан на кавалерию. До, Т-9, пехоты, телегу и ниже войска не используют. Можно еще убрать коней. Не так много посылать. Грифонов добавить лучше. Будет еще сильнее, возможно. А возможно и нет. Так что бью стандартную, как было изначально настроено. Так. И снова встанем дракона. Стегло 38. В прошлый раз мы выбили. Сколько там? 36,0. Сейчас посмотрим, если будет больше, то буду грифонов добавлять. С походом можно как бы похимичить. Тележек добавить, еще чего-нибудь, чтобы больше наносить. Если у телег фишка, по монстрам они накидывают. Как вы помните, раньше в игре, ну, когда только начинали, допустим, пехотой, конями не можете убить, да, там, телегу. А послали, допустим, пару метателей или катапульты и спокойно убиваете монстра. Вот тут, в принципе, та же самая фишка работает. 7,2 сейчас должно быть. Если так же. Если больше, то 7,3. Сейчас посмотрим. Если меньше, то оставляем тут поход. 7,2. В принципе, ничего, друзья, не изменилось у нас практически. Так что, поход, дальше колговать я не буду. Снова возвращаемся. На расширение похода. И так атакуем еще три раза. Я, ребят, ролик на паузу поставлю. Включу, когда уже закончу. Также, ребят, один из самых главных факторов, это размеры вашего похода. И бафы все вот эти. Да, чем выше атака у вас, чем выше защита, уроны, все это работает. У меня тут какие, так сказать, минусы. Во-первых, у меня великая стена. Здесь у меня доход ресурсов сейчас захвачен. Если бы я захватил атакующую руину, там бы поход был еще шире. Бафы можно еще сильнее расширить. Но и все это вместе сложить еще бы сильнее, как бы был эфир. Поэтому, чем больше, ребят, ваш поход, тем вы больше накидываете. Пока на паузу. Доделаем до конца. Посмотрим конечный результат. Так. И вот, ребят, конец. Осталось и 25 секунд до последнего удара. Посмотрим, что мы получим с этого. Возможно, нас кто-нибудь обгонит. Сейчас мы имеем вот 14, 144 миллиона. Хаким на первом месте. У нас здесь ван, вон, вон, подходит. Сейчас мы тоже сюда заедем последним ударом нашим. И вот мы взяли 181 миллион, друзья. Как и говорил тот товарищ в ролике, что типа вот он такое видел. Ну вот я также могу это сделать. Первое место. Варианты кто-то меня обгонит. Ну, возможно, фон, она у нее еще больше поход. Она сможет, если захочет. Ну и, в принципе, каждый это может, ребят, сделать. Давайте повторим, что самое главное. Главное это снаряжение. Большой поход. Поход можно расширить и сапогами. Не зависит от вашего чиновника. Эволюция и его цвет. Плюс сюда можно тоже добавить снаряжение. Здесь стекло можно улучшить еще сильнее. Так вот, ребят. Главное снаряжение. Баф. Ведьмы. Расстановка похода обязательно. Очень важна. Показываю еще раз поход, друзья. Какой мы используем. Все виды войск примерно по 2% я их делаю от своих. Ну, примерно по 25 тысяч. До Т-9. В поход самый сильный герой. С собой берете красного бракова. На стену ставите синего. Ну и здесь у нас Охотник за ветром. Все, друзья. Все просто. Ну и баф, естественно. Баф и все. И, возможно, кто тут перебьет меня. Ну, вот ранее, последний удар сделал практически. Но, скорее всего, она не расширила поход. Или что-то не делала. Или била разными героями. Но, в принципе, она всегда бьет одним героем. Просто я тут подготовился. Включил, скорее всего, расширение. Вот это вот у меня было, чтобы вам показать. Ну, а так обычно я набираю где-то 160 миллионов. Она всегда так. Потому что я бьюсь всегда по-разному. Все, ребята. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, друзья. Делитесь этим видео. Ну и бейте драконов. Входите в топ-1 постоянно. И радуйтесь, получая камушки. Все, всем пока. Не забывайте, ребят, подписаться на инстаграм. Тоже там. Давайте соберем, ну, хотя бы 250 подписчиков. И будем продолжать развиваться вместе. Все, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok